Известно, что работа административно-технического надзора носит сезонный характер. С наступлением осени и отопительного периода в центре внимания инспекторов состояние уличного освещения и теплотрасс. А также в этом году в Московской области больше всего в России благоустроено дворовых территорий. Об этом и шла речь на пресс-конференции руководителя областного госотехнодзора Татьяны Витушевой. Актуальные на сегодня спецоперации так и называются – свет, теплотрасса, дворы. Проблемы освещенности на первом месте, потому что лидируют по количеству обращений и в Госадмтехнодзор, и на областной ресурс Добродел. Свои рейды в темное время суток сами инспектора называют ночной дозор. Начались они в сентябре и продлятся до весны. За темноту во дворах, на улицах и автомагистралях уже наложено более 6 миллионов штрафов. Выявлено 528 нарушений. Большинство фонарей уже зажглись. Эти нарушения по освещению инспекторами фиксируются во всех районах, без исключения. Но, соответственно, особенно сейчас, в осенний период. И здесь нужно сразу сделать такой акцент, что наибольшее количество нарушений по освещенности фиксируется в районах с наиболее плотной застройкой. Но ввиду того, что в этих районах и осветительных приборов, и объектов намного больше, чем в менее населенных. В Щелковском районе и подконтрольных 9-му отделу Госадмотехнадзора в городах Фрязино и Лосино-Петровский 3,5 тысячи объектов освещения. Выявлено 30 нарушений и наложено штрафов на 300 тысяч рублей. Что касается объектов теплоснабжения, то, по словам Татьяны Витушевой, в этом году их проверено более 1400. Выявлено 649 правонарушений. Все они устранены, но нарушителям это стоило 10,5 миллионов рублей. Хуже всего провели подготовку к зиме Подольска, Королев, Сергеев, Посад. Из наших соседей поселок Старая Купавна, Ногинского района. В Щелковском районе проблемы специфические. Наиболее в Щелковский район. 71 подобный объект. Выявлено 29 нарушений, проблемные места. Наземные участки линий теплосети, проходящие тоже по закрытым территориям. И они, к сожалению, могут нами проверять только в рамках плановых проверок. Или если не плановое, то согласование с прокуратурой. Не каждый раз зайдешь. Иногда ситуация экстремальная. Наиболее характерные нарушения умеющихся теплотрасс, это летом был абсолютно повсюду несвоевременный покус травы и уборка полосы от вода на участках наземных линий теплосети. По распоряжению губернатора в этом году должны быть комплексно благоустроены не менее 10% дворов. А в результате Подмосковье оказалось впереди России всей. 1829 дворов обновились. В частности, Татьяна Витушева отметила хорошее содержание дворов в поселке Трубино Щелковского района. А в целом проблемы везде схожие. Щелковский район. 1067 дворовых территорий. Чаще всего здесь инспектора выявляют парковку на газонах, наличие сухостоя, также отсутствие освещения на детских площадках. Важной частью благоустройства дворов является ликвидация железных гаражей и ракушек. Вопрос первый по ракушкам. Известна ли вам ситуация, что у нас происходит? У нас за этот год порядка 300 их демонтировано, но эта работа, насколько я знаю, приостановлена и вроде бы как по протесту прокуратуры. Прокуратура, да. Известно ли вам вот это? По ракушкам, да. Многие администрации говорят о том, что прокуратура опротестовывает эти действия. Насколько я знаю, сейчас эта проблема стала системной, она будет решаться на уровне областной прокуратуры. То есть, как бы, я думаю, что этот вопрос будет двигаться. Красной нитью работы Госадмтехнадзора назвала Татьяна Витушева безопасность детских игровых площадок, на которых, к сожалению, продолжают травмироваться ребятишки. Из 11,5 тысяч площадок в регионе с начала года модернизировано уже больше тысячи. Также инспектора ищут хозяев в лице управляющих компаний или муниципалитетов для бесхозных площадок. В нашем районе таковых 93. В целом, по итогам пресс-конференции руководителя Госадмтехнадзора Щелковский район оказался в середняках, не попав ни в лидеры, ни в аутсайдеры. Ирина Микеда, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».